Натюрморты акварелью, гуашью, пейзажей, иллюстрации по мотивам известных литературных произведений. На отчетной выставке воспитанников художественной школы представлены лучшие работы за прошлый учебный год. Эти рисунки по итогам просмотров получили высшую оценку преподавателей. Она освещает все наше мастерство, всю нашу методическую работу, начиная с младших курсов и заканчивая старшими. Она отражает работы по всем предметам. То есть это у нас рисунок, живопись, композиция станковая, прикладная композиция. И еще у нас есть такой предмет, как пленэр, это летняя практика. Вот Раскольников замахнулся допором на старуху-проценщицу. Герасим в лодке гладит муму, анаграммы, виды Саровского монастыря. На выставке представлены рисунки более 300 юных художников со всех курсов. Переходя стенд к стенду, становится видно, как растет мастерство ребят. Екатерина Якунькова учится на пятом курсе. В этой экспозиции есть и ее рисунки. Ей нравится рисовать гуашью. Говорит, что работать было легко. Педагог говорил нам наводящие какие-то слова, показывал примеры работ некоторых. И мы сами уже должны были додумать сюжет. На второй выставке можно познакомиться с творчеством педагогов художественной школы и школы искусств Сарова, которые участвуют в городском конкурсе «Мастерства преподавателей». Фестиваль посвятили Году памяти и славы России. Эта экспозиция пробудет в художественной школе до 10 февраля. 2020 год посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне. И вот творческие люди тоже решили принять в этом участие. В экспозиции представлена картина и декоративно-прикладное творчество преподавателей. В работе «Хатынь» педагог детской школы искусств номер 2 Татьяна Есеникова совместила живопись и дополнительные материалы, обожженные поленьем. Потому что очень глубокий смысл в ее декоративных работах – это то, о чем мы не должны забывать. Основная часть работы – это, конечно, мирное голубое небо, солнечные цветы, то, что мы должны ценить. Познакомиться с работами воспитанников и педагогов можно в часы работы школы. Для коллективного посещения нужно заранее согласовать время экскурсии по телефону 7 60 27 без возрастных ограничений.